здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и так новый год наступил а впереди у нас еще рождество и эмоции естественно по-прежнему бьют через край потому что новогодние праздники продолжаются новый год отмечают все и млад и стар и конечно же это такое приятное время для того чтобы но вспомнить что-то приятно то что происходило в ушедшем году и конечно же наметить планы на будущее а вот сегодня мы поговорим еще в преддверии тем более рождества с человеком который занимается с молодежью своими особенными методами почему потому что речь идет о заместителе председателя епархиального отдела по делам молодежи по организованному православному отдыху паломничеству и православному туризму клирик петропавловского храма лыдкарина который входит состав люберецкого благочиния иго ирей михаил жирнов здравствуйте я почему сказал по-особенному потому что всегда вот есть ощущение что ну вот молодежь это такое чем молодежь во всем этом понятии мы вот тут выясняли что до 35 лет у нас теперь вроде бы когда такая молодежная существует ну срок что ли по возрасту вот всегда есть ощущение что молодежь она ну как-то с церковь и молодежь то есть мы зачастую понимаем что молодежь довольно позже приходит в церкви но есть конечно выцерпленные люди с раннего детства вот для церкви что такое молодежь ну к счастью сейчас стереотип когда в церкви одни стоят бабушки он рушится это наверное в первую очередь к счастью для не только церкви но и для государства потому что церковь в первую очередь конечно же не только приводит ко христу человека это основная задача церкви но и мы понимаем что забота о нашем земном отечестве также есть неотъемлемая наш как гражданина задача и церковь она как раз в том числе и молодежное служение такое волонтерское например она задает ну скажем так правильный вектор наверное да некий некий мысли осмысление некое вкладывает в служение вообще ближнему речь идет о том что человек может верить в бога может скажем так не верить но тем не менее может приходить церковь за какими-то советами разговорами или по крайней мере пока не готов к этому то есть речь идет о работе с молодежью именно слова работа мы вкладываем как такой тяжелый важный труд когда просто идет но скажем так становление что ли человека и вы являетесь определенной помощью на на теле теми людьми той скажем можно так сказать структуры человеческой на которую можно опереться разумеется человек очень часто но к сожалению статистика показывает что большая часть людей в храм приходит из-за каких-то сложностей проблем которые возникают в жизни но тем не менее и пастырь священник какой-то педагог такой детоводитель к богу помогает человеку найти тот самый путь в том числе в первую очередь внутри разобравшись человеку и очень часто вот праздник есть среди не господне он объявлен днем православной молодежи почему именно среди не да может эта встреча встреча человеческого сердца с богом и вот как раз церковь помогает осуществить эту встречу неважно по большому счету для начала жизни внутри церкви но не бывает так чтобы ты пришел и сразу там во все веришь и все поклоны делать и знаешь все службы да ну это это церковь и не ставит наверное первостепенной задачи это для молодого человека стремление и желание вообще как таковое это очень важно сейчас вот именно если ты сам горишь то вот этим огнем заразить другого человека и в этом церковь конечно помогает потому что нету ну нету пастырь которые равнодушные они как раз их задача как раз и заключается сеять все из сердца молодежи вот тот самое горение то самое стремление к исканию в первую очередь потому что в любом случае например путь молодого человека в церкви начинается с вопроса для самого себя и вот очень часто священник помогает ответы какие-то найти на эти вопросы которые молодой человек сам себе задает но мы знаем что молодежь как правило ну протестная что ли да ей кажется что некий устоит традиции все что касается родителей причем этот протест не всегда обязательно ярко такой выражен да но есть вот такое понятие что мы молоды а вы уже жизнь там прожили у вас как бы свои а у нас свои и вот как здесь правильно поступить чтобы вот этот типичный такой юношеский максимализм можно сказать все-таки направить его в правильное русло любви невозможно сопротивляться вот когда священника и вообще в принципе любой человек занимающийся работой с молодежью делает это от души с любовью то невозможно остаться равнодушным на эту любовь и естественный ответ любого человека на проявление чувства заботы внимания и пасторской заботы в первую очередь это конечно же такой вот именно горячий ответ от человека который ты получаешь абсолютно знаете место не остается равнодушных людей от этого ведь бывает так что и вы наверное тоже это видите и вообще священники наверняка знаете как вот а преподаватели хорошо видят там учителя своих питомцев да да собственно говоря все люди которые где-то выступают или перед какой-то аудитории они могут ее ощущать что происходит вы же наверно тоже чувствуете что приходит иногда в церковь ну просто посмотреть как ну как на музей да или просто зашли за компанию вот и может быть некоторые начинают уже проникаться каким-то ощущением то есть в чем разница между приходом молодого человека который просто пришел посмотреть на красивое убранство да и может быть там спросил где свечи поставить и между человеком который уже пришел осознанно именно в церковь либо за упокой поставить свечу либо за здравия в чем разница она принципиально разница принципиально в том что когда человек приходит например ставить свечу и вообще в принципе в храм приходит осознанно он уже принял для себя православную веру к если мою мою да это мое то есть некое единение произошло человека и бога как раз та самая встреча произошла а тот человек который только-только приходит от ища ответы на свои вопросы он как раз вот наверное найти как в преддверии этой встречи такой находится как говорят превью так в нашем современном слове но все-таки уже хорошо раз приходит и поэтому можем говорить о том что несмотря на все сложности которые сегодня существуют и внутренние и внешние какие угодно все-таки церковь остается тем институтом в обществе даже если мы его будем рассматривать со стороны неполного там в церковь воцерковление когда человек действительно может не знать и службы но есть желание прийти и вы наверное можете сказать и ответить на вопрос насколько увеличилось число которое по крайней мере приходит в праздники или вот какие-то пасхальные мероприятия рождественские мы же видим что омолаживается как бы до приход не просто приход омолаживается те прихожане которые регулярно приходят а именно складывается на приходах некий такой молодежный актив который при ну вообще в принципе инициатива в некоторых моментах исходит даже от самих молодых людей некоторые люди приходят говорят бачка чем мы можем помочь приходу например да такое не часто честно скажу бывает но бывает и это очень отрадно а вот и конечно же количество и молодых людей вообще в принципе прихожан с каждым годом немного увеличивается немного скажу увеличивается а вот и наверное это связано с тем что не только молодой человек ищет себе ответы или те обстоятельства жизненные приводит снимается наверное некоторые внутренние такие предвзятости по отношению к церкви потому что очень часто именно внутренние барьеры становятся теми барьерами которые сложнее всего разрушить ну внешние обстоятельства там понятно мы их можем как-то под себя перестроить а вот внутренние обстоятельства человека и устроение его каких-то взглядов на церковь в том числе они зачастую становятся такими барьерами которые человек может сам разрушить благодаря опыту какому-то который может дать и священник а вот ну наверное не секрет для всех то что в любом случае образ пастырь является неким таким основополагающим для принятия решений ходить например тот храм или не ходить конечно же человек идет к богу но первое вот это внимание как бы до которая священника уделяется этому человеку она играя играет зачастую ключевую роль но вот как вот все таки не знаю на уровне церкви можно вот это разделение сделать церковная молодежь да и не церковная в чем вот основная разница церкви не церковная та которая пока еще не стала церковной или как ну на самом деле как бы такое она очень условное деление то что да кто-то еще уже пришел ко христу кто-то еще только на пути ко христу но в принципе как таковую молодежь на церковной не церковной это не совсем верно делить, потому что это наша молодёжь. Она вся молодёжь наша. Но в контексте нашего разговора можно так попробовать. Ну, церковная молодёжь – это в основном те члены молодёжных кружков, которые уже существуют при храме, которые некоторое время уже ходят в храм, регулярно участвуют в богослужениях церкви, в мероприятиях церкви, которые устраивают. И делают это осознанно. Да, то есть они абсолютно выбрали этот путь именно жизни церковью, скажем так. А вот, наверное, не церковная молодёжь – это как раз та самая молодёжь, о чём я говорил, которая не пережила вот этого встретения. И наша задача – быть той самой закваской. Задача молодёжи церковной – быть закваской для молодёжи не церковной. Ну, то есть не церковная молодёжь, которая тоже может приходить на церковные праздники и даже может, например, поститься. Это вечный такой разговор, зачем люди постятся, что у них происходит в голове и в сердце. Ну, хорошо, давайте мы тогда поговорим уже о церковной или воцерклённой молодёжи. Чем можно заняться молодому человеку в храме? Вот наставник, допустим, какой-то, который занимается молодёжной работой при приходе, и к нему человек приходит и говорит, вот я хочу себя реализовать в храме. И на самом деле огромная масса возможностей для реализации, начиная от того, что просто физически при храме помогать. Вот сейчас Новый год, Рождество, снегопады. Да, да, да. Ну, не ангелы снег убирают в храме, а живые люди. Живые люди, да. Поэтому, конечно же, и физический труд, он всегда и богоугоден, и необходим при храме. Опять же, введение новостных сайтов, например. При каждом храме сейчас сайт существует. И группы ВКонтакте, например, или там введение Твиттер-страниц. Ну, тем более молодёжь у нас продвинутая. Конечно, конечно. Они делают это в питательстве молодой матери. То есть совмещать полезное с приятным, с любимым, и делать это именно исходя уже из тех побуждений, с которыми они приходят в храм. И, кстати, вот молодой человек, вот вы же, наверное, видели примеры, завершая первую часть, как часто потом, что должно произойти, чтобы человеку понравилось, особенно молодому человеку? Вы же, наверное, иногда по пасте смотрите и видите, что вот, всё чаще-чаще приходят. Или кто-то, наоборот, давно не приходил. Скажем, священник, да, любого прихода, наверное, же, следит за своими, за своей паствой. Ну, во-первых, нужно понять, наверное, мотивацию самого человека. Зачем он пришёл в храм? Ищет ли он просто общение какого-то среди единомышленников, например, которые объединены там, ну, кружок моделирования, например, возьмём абстрактно, да? Или же он всё-таки идёт в храм как не просто в кружок, а то место, где он сможет реализовать себя во Христе. То есть вот тут тоже момент такой, который необходимо, наверное, немножко разделять. И, конечно же, конечно же, когда происходит то, что человек встречается с истиной, со Христом, это в любом случае откликается в сердце человека. И зачастую человек, который приходит как раз как в кружок просто, он остаётся уже как полноценный член Церкви Христовой. Ну и финальный вопрос первой части. Скажите, пожалуйста, а вот что делает сегодня, так как всё-таки у вас такое звание, скажем, дополнительное заместитель председателя члена епархиального отдела по делам молодёжи, по организованному православному отдыху, паломчеству и православному туризму, такое длинное название, которое включает, в общем-то, все молодёжные интересы. Как-то куда-то нужно ходить, опять же, вести какие-то социальные сети, чтобы не то, чтобы привлекать молодёжь, слово такое, да, оно немножко рекламы отдаёт, а именно чтобы сказать, что приходите, давайте просто пообщаемся, встретимся. Или вы в школы приходите, и ваши коллеги. Как это происходит? – Действительно, сейчас у нас в нашей подольской епархии уникальный опыт, такой стартовал в рамках отделов по работе с молодёжью и катехизацией. У нас такой совместный такой проект двигается, он называется «Диалог со священником», когда священник приходит именно в 10-й классе, потому что они более-менее ещё обладают свободным временем. И в течение всего года один раз в месяц священник приходит с какими-то такими нравственно основополагающими темами, например, смысл жизни, любовь и влюблённость, вера и неверие, ну и так далее. Такие темы, которые действительно основополагающие, которые каждый человек в себе по полочкам должен разложить и ответить. И вот скажу свой личный опыт, потому что уже второй год в этом проекте участвую я. И вначале, конечно же, скепсис есть. Когда приходишь, тебя встречают и говорят, вот, сейчас он будет опять нам что-то тут рассказывать. – Да-да-да. – А потом, когда приходишь там пятый, шестой раз уже к ребятам, они тебя обнимают. Буквально обнимают. То есть вот это живое общение, о чём я говорил, как раз любовь. И, в принципе, вот эти все должности, которые вы сказали, там, высокие, да, там, вот, они, наверное, больше обязывают человека к той самой служению именно на пользу Христа и Церкви. В том плане, чтобы правильно выстроить взаимодействие всех винтиков в том или ином организме, в богочеловеческом. – Понятно. Ну, хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Иерей Михаил Жирнов, член епархиального отдела по делам, заместитель председателя епархиального отдела по делам молодёжи, по организованному православному отдыху, о чём мы тоже должны поговорить потом, паломничеству и православному туризму, клирик Петропавловского храма Латкарина, который входит в состав Люберецкого вогочения. Сделаем небольшую паузу и продолжим наш интересный разговор, напомню, практически накануне Рождества. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и накануне Рождества у нас в гостях заместитель председателя епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму, клирик Петропавловского храма Латкарина, который входит в состав Люберецкого вогочения, и Иерей Михаил Жирнов. Михаил, давайте мы поговорим. Во-первых, иногда, наверное, к вам приходит молодёжь, не уходит, а уже есть. Воскресные школы, где есть семейный подход, и уже ребёнок с самого рождения становится автоматически прихожанином. Но и есть люди, которые, наверное, приходят, кто-то переехал и так далее. Я знаю, что есть такая система, как молодёжный клуб. Вот раньше, ещё в советское время, молодёжный клуб нам представлялся чем-то другим. А что такое молодёжный, православный молодёжный клуб? И существуют ли такие? Конечно, существуют при крупных приходах, где есть такая возможность устроить этот клуб. Священник, наверное, в одной из первых таких очередей задумывается о том, как бы сделать так, чтобы на приходе всегда был звонкий голос молодёжи. И чем отличается, наверное, от простого, скажем, государственного клуба? Тем, что члены этого клуба являются не просто собранными по интересу какому-то, а они в первую очередь являются православными христианами, которые регулярно участвуют в богослужениях, в исповеди, в причастии, в других таинствах церкви, и руководствуются в своей деятельности именно теми нравственными постулатами и законами, которые Господь даровал. Ну, естественно, отношения соответствующие. Но мы же прекрасно понимаем, что молодёжь, она довольно активная, то есть иногда могут происходить какие-то... Ну, может себя кто-то не очень хорошо вести. То есть кто присматривает за этим молодёжным клубом? Старшая молодёжь или уже всё-таки есть наставники более зрелые? Ну, в основном это священнослужители, которых благословляют на эту деятельность. То есть это основное их послушание является на приходе. Они занимаются именно развитием молодёжного клуба и задают вектор как раз вот той самой неугомонности юношеской. Правильное русло. Правильное русло отправляет энергию. Хорошо. Ну и как поступить, например? Знаете, есть люди молодые, которые хотели бы, уже ходят в церковь, им нравится, но всё равно у них есть такое ощущение, такого персонального одиночества. Я знаю, что церковь к этому тоже относится по-своему. Но тем не менее, вот они хотят вступить в этот клуб. Что нужно сделать? Кому обратиться? Для начала просто прийти в храм и спросить, а есть ли у вас такой клуб. Соответственно, если есть клуб, узнать, где происходит их встреча, и прийти на эту встречу. А дальше уже молодой человек... Там уже, да, как по-моему скажут. Да, хорошо. Всё будет. Сегодня у нас на уровне президента, на уровне правительства и всех наших депутатских структур всё чаще звучит разговор о молодёжных организациях. Да, тут и вспоминали пионерскую организацию, комсомольскую организацию. И было предложение что-то взять хорошее или придумать что-то новое. В общем, молодёжные организации, так или иначе, они и были, но немножечко в таком узком, скажем, сегменте представлены. Но сейчас есть такое ощущение, что их будет много. Планируется ли какое-то сотрудничество с молодёжными организациями другими? И какое? И как это может быть? Ну, например, вот в сентябре этого года мы с отделом по работе с молодёжью... Прошлого года? Ну, прошлого, да. Прошлого, да. Да-да-да, ещё не привыкли мы. Да. Прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нравственной и молодёжно-воспитательной такой деятельности, которая как раз позволяет нам опыт друг друга перенимать, общаться друг с другом и устраивать совместные мероприятия. Например, в одной из таких крупных, интересных мероприятий, расскажу пару слов, это пасхальный фестиваль Подольской епархии. Проходил он в мае прошлого года, соответственно, на нашей любимой, Берецкой земле, и проходил он уже в третий раз. Вначале это было в формате благочиния, то есть такого, ну, внутреблагочинического праздника. А вот, а затем этот опыт уже масштабировали мы на уровень епархии. Ну, чтобы вы понимали, количество участников примерно от двух до четырёх тысяч человек. То есть это... Вот показатель. Ну, да, это, наверное, уровень Дня города. Да. Вот, такой большой, хороший, когда каждый молодёжный клуб представляет свою площадку, делится опытом. Это, наверное, такое больше, знаете, место для... Как раз вот форум такой, как место для общения молодёжи. А вот и просто показывает, кто что может и кто чем готов поделиться. Ну, всё равно самое лучшее, да? Всё самое лучшее, что... Потому что хочется показать, как может быть, если всё-таки мы задумываемся над тем, особенно молодые люди. Почему-то иногда взрослым кажется, что в молодости люди не задумываются, как будто бы они не были молодыми. Конечно, задумываются. И, наверное, год педагога и наставника, который вот завершился, мы уже касались этой темы, как раз и выбирает из жизни, ну, скажем так, иногда прямо отбор идёт людей, которые сами того иногда не знаю, становятся наставниками. А уж священник, как мне кажется, само служение такое, наставничество определённое, и не только над молодыми людьми. Вот скажите, мы из одного года педагога и наставника переходим в Новый год, да? Год семьи, который объявил президент. И это как продолжение, вот, опять же, чего-то очень близкого, очень важного для человека. Каким видит церковь год семьи и вот в плане молодёжи? Потому что молодёжь – это же прообраз будущей семьи, правильно? Я бы даже назвал, наверное, год семьи, любви и верности. Это такие понятия, которые один из другого вытекают. Конечно же, вообще, в принципе, молодёжь начинает своё формирование в семье. И нам надо вообще задуматься, как наши семьи живут. И обратить внимание на то, как… на проблематику, на положительный опыт семей. Вот у нас, например, есть сейчас в рождественские дни как раз есть такая акция – подарок к Рождеству, очень замечательная. И епархия нам предложила, чтобы молодёжь приходила к пожилым людям и поздравляла их с Рождеством Христовым и прошедшим Новым Годом. А мы в Люберецком благочине даже немножко пошли дальше. Мы просим целую семью этой молодёжи, этого молодого человека, чтобы они взяли под патронаж на эти праздники того или иного человека, который нуждается. Помощью. Мы устроили ему стол и как-либо отметили с ним Рождество Христово. Пришли подарок к Рождеству. Тут уж как бы не скажешь, да. Вот, тем более, что Рождество – это такое особое… Ну, как бы мы сейчас уже будем подходить к этой теме. Напомним нашим телезрителям, почему всё-таки Рождество – это даже, я бы сказал, и не праздник, особое состояние, что ли, человеческое. Ну и давайте мы, завершая разговор, не могу не задать вам этот вопрос по поводу отдыха, паломничества и православного туризма. То есть я так понимаю, что здесь ещё речь идёт о некоем объединении молодёжном не только из одной епархии, а есть возможность такого всеобъемлющего, когда одни молодые люди едут в другую, совершенно, может быть, далеко от своего места жительства и знакомятся с теми местными какими-то традициями, обычаями. При этом идёт такое расширение церковного знакомства. Это так? У нас сейчас при отделе создаётся молодёжный парламент. Как раз актив молодёжных клубов будет входить в этот парламент. Это первое. Второе – регулярно устраиваются различные форумы и встречи для молодёжи, как раз для того, чтобы они хотя бы друг на друга посмотрели вообще, кто как живёт. Поделились опытом тоже, кстати. И это же паломничество, ведь слово-то никто не отменял и ощущение не отменял, что есть определённые какие-то даты, которые связаны с определёнными местами. То есть здесь очень можно интересно, такая, как говорили вы, через путешествия, познавать не только себя, но и познавать страну, в которой ты живёшь. Это, кстати, к слову сказать, одна из форм работы с молодёжью в клубах, когда ребята ездят в различные паломнические поездки, в экскурсии, не только по святым местам, а краеведческие поездки различные, на различные спектакли. Вот, например, молодёжь не так давно у нас ездила спектакль «Он и она». Он замечательный, прекрасный. Когда молодёжь является двигателем для прихода, вот это важно. Ну и давайте тогда у нас есть такая возможность, по крайней мере, всем об этом объявить. Вот у нас есть камера, на которую вы можете обратиться ко всем нашим телезрителям, потому что всё-таки до Рождества остаётся часы. Вам слово. Спасибо. Дорогие друзья, Рождество Христово – это время чудес. И, конечно же, мы ожидаем, что в нашей жизни произойдёт чудо. И это чудо совершенно точно произойдёт, потому что Бог каждого из нас любит. И здесь наша задача, наверное, задуматься о том, а какое чудо сделаем мы в жизни другого человека. Ведь чудо не происходит само по себе. Всегда есть источник этого чуда. И источник зачастую, чудо Христово – это сердце человека, которое находится рядом с нами. Поэтому будем небезучастны. Придём, поздравим тех людей, которые не могут, может быть, на службу попасть, на ночную или на дневную, или на любую другую рождественскую службу, для того, чтобы порадоваться Рождеству Христову, вот ту самую батареечку радостную зарядить, духовную. Принесите им тепло, принесите им радость. Сами сходите на службу и принесите вот ту частичку того мира, который вы получите на этой службе в своей семье. Ну и, конечно же, всем здоровья, всем помощи Божьей. Спасибо огромное. У нас в гостях был заместитель председателя епархиального отдела по организованному православному, по делам молодёжи, по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму, клирик Петропавловского храма Лыткарина, который входит, напомню, в состав Люберецкого благочиния, Ирия Михаила Жирнов, который много интересного рассказал нам в сегодняшней программе. И вас с наступающим Рождеством. Это была программа «Открытый диалог». Наши новогодние праздники продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин